Всем привет! Доброе утро всем! С вами семья Чернышевых, Константин, Татьяна, Елена здесь у нас. И собака Глаша. Да, трое в газельке, не считая собаки. Переночевали мы, значит, с дальнобойщиками на заправке. Вчера с родственниками у нас произошел форс-мажор. Человека вызвали на работу, в общем, не получилось. Да. Но зато мы посмотрели город. Ощущения? Двоякие. Да, двоякие ощущения. Интересно, если мимо едешь заскочить, проехаться, посмотреть, съездить в супермаркет, пополнить запасы. Вот, ну, много очень деревянных домов старых, много новых уже построек, тоже частного сектора. Наверное, микрорайона три, да, мы насчитали. Три микрорайона. Небольшие такие, там, относительно микрорайона, конечно. Микрорайоны. Микро-микрорайоны. Супермаркетами. Ну, там вся жизнь и кипит, собственно. Вот. А, знаете, наверное, как одноэтажная Америка. Да. А так, вообще, город, частный сектор. Бывшие СНТ застроенные. Деревяшки уже перестроенные в коттеджи. Ну, в общем, вот так. Это небольшой город у нас, на самом деле, небольшой. Цены мы в супермаркете сняли, видео выложим. Ну, это уже, в следующий день мы снимаем, наверное, уже, да. В общем, вчера мы заправились на заправке в центре города по 39, да, 10. Да. А сейчас на выезде из Читы мы заправились по 37,50. Вот так интересно, что по трассе бензин 44 рубля, а на краю города 37,50. Такая разница большая. Выезжаем в Улан-Удэ, но, скорее всего, доедем мы сегодня до Петровска-Забайкальска. Ну, до куда доедем, все наше. Снимем, покажем. Едем дальше. Едем дальше. И бараны, и коровы, и кони, кого тут нет. Едем от Читы. Вот такие пейзажи у нас. Так, ну, довольно эффективно, как заявляет миссер Соборона. Об этом нам вчера сообщил заместитель министра обороны. Опять у нас вокруг. Вот так вот. вот такая помойка вдоль трассы с другой сниму не думаю что это местные так делают люди на него я река вообще ужас то ничего не чертова ленту горы мусора вот так вот круто я тут еду у меня тут если серьезно чай печеньки без отрыва от производства ребята не пренебрегайте по этой трассе кемпингами последний знак был 30 километров назад о том что кемпинг через 20 проехали 30 его так и нет бурята видать пошутили а тут природа сами видите какая выйду в поле сяду далеко меня видать не принадлежит не пренебрегайте кемпингами вот опять мусор пошел так вот регулярно ну видать ветер был рядом с деревней раскидала мусор вот такая природа в общем слева сапки справа сапки а тут капу там монголия а в сопке заезжаешь природа конечно там сосенки красивые все сапок спускаешься опять степи ну вот мы проехали больше ста километров остановились передохнуть здесь речка такая идет красивая поляночка съезд в дороге мы решили этим не пренебрегать как пренебрегли темпингом потому что я говорил здесь вот такая вот красота решили остановиться полчасика татьяна пока малышка проснулась покормит я с вами поболтаю в общем что можно сказать природу мы сами видели продолжаются степи очень сильно меня порадовало то что здесь сильно развито животноводство после амурской области это он не может не радовать у нас на все развалина у нас оказывается кроме свое ничего не растет и живности кроме свиней на этой слои с безвкусным мясом тоже ничего не выращивать здесь едешь по всей дороге возле каждого села возле каждой деревне стадо коровы овцы с баранами как бы вообще прям порадовало приятно порадовало ну а сейчас у нас перед их перекур маленькой передохнем да дальше в путь ехали мы ехали не не дождались кемпинга решили остановиться возле речки в общем трасса съехали мы с трассы там собачки все мы и пошли к речке пика и к вечке пойдем кав 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 кавк Вот такая тут речушка. Очень красивая. Живописная такая. И рыбка плещется. Леночка, а ты далеко пошла? А? Ты далеко пошла? К папе? Вот так от меня сбежал ребенок. Такое ощущение, что вместо вязочек на память тут используют пакетики. Светофор 3,5 километра. Вот. Супермаркет, светофор 3,5 километра. В каком-то поселке. Село Улеты. Был вопрос, можно ли на нашей плитке готовить на входу. Ну вот видео ответ. Можно. Да. Вот сейчас будем готовить обед. Так что вот так можно? Если есть свой повар, который сидит в салоне, то можно. Ха-ха-ха. Да, далековато, но сейчас подойдем. Ребята, вы не поверите. А, значит, так вот. Прям большие голуби прям, а лебеди голуби. Ага, большие голуби. За Байкальском крае живут лебеди в Сибири. Вот так вот. Идем смотреть. Мама у нас никогда не видела лебедей. Да. Они такие важные. Ой, прям вообще, прям вообще, там стоящие. По телеку. Вот такое тут есть озеро, где водится очень много всяких птичек. С дороги они выглядели, как лебеди. Да, наверное, лебеди и есть, но это не буси. В общем, кто знает, кто тут, напишите нам. Лена посмотрела на голубей, лебедей, гусей. И папа ее тащит в машину. Через 150 километров степей, можно сказать, ну не степей, вот, равнины, по которым мы ехали, начал меняться пейзаж. Дорога подошла, видать, к этому хребту, который был слева от нас. Сейчас поедем туда. Очень часто ремонт дорог, очень много они делают. Ну, а вообще, как бы, дорога в хорошем состоянии. Надо сказать, что, а главное. Вот такой ремонт дороги. Поднялись мы в сопку на хребет, который был слева от нас. Равнина у нас закончилась. Вот такой ремонт дороги. Но если это не считать, то вообще, в принципе, дорога очень хорошая. Лучше, чем мы, допустим, ехали до Чернышевска. Местами намного даже лучше. Да, и связь здесь 3G почти постоянно уйоты. Да, и в принципе, мы заметили, что в Зайбайкальском крае живут практически счастливые люди. Они почти не знают, что такое Билайн. Зато Йота, ну, от Читы Йота работает стабильно. Есть места, конечно, которые пропадают. Не без этого. А вообще стабильно работает Йота 3G. Билайн, ну, не рассчитывайте. Да, ну, все, мы хребет переехали. Опять у нас началась. Не, ну, здесь уже, вон, сосенки за хребтом. Там-то вообще прям равнины-равнины были. Вот так вот. Да, больше населенных пунктов стало намного больше. Больше заправок, конечно, стало. Цивилизации побольше. Ну, кафешек больше не стало. Магазинов тоже. Стало больше заправок, населенных пунктов, людей, машин. Цены на заправках ниже стали намного, чем до Читы. Как-то резко вот так контраст-граница произошла. Ну, едем дальше. Проехали 230 километров. 240. Пейзажи поменялись. А, сейчас 230. 230 километров. Пейзажи поменялись. Поднялись мы на хребты. Пошел лес. А, так, 200 километров получается. Ну, да. Пейзаж как в степи был. Какой-то. Растительность при том. Я так понимаю, она сама по себе там особо не растет. Как-то так. Очень развито животноводство было. Здесь пошли опять леса. Высота. Хребты. Перевалы. Ну, так вот. Как-то так. Едем дальше. Опять красивые сопки. Хребты высоте. На хребет. Видать, одна из самых высоких точек здесь. Потому что стоит буддистский, я так понимаю, памятник. Ну, не памятник какая-то. Стелла, не знаю. Не знаю, как правильно, никого обидеть не хочу. Это моя безграмотность. Да, но какое-то такое место на самой верхушке. Очень долго поднимались. Последние 500 метров на второй передаче. Сейчас открылся. Пускай машина остынет маленько. Тут, вон, и фуры поднимаются, тоже тормозят. Потому что нагреваются все. Какой-то знак там. Ой, шатаются. Руки трясутся просто. Вот с такого подъема, да, от напряжения. Ну, мы сейчас тоже повяжем. Повяжьте. Уже прогнулась. Рядышком. Повяжем. И поедем дальше. До Петровска. Клабайкальского. Это где-то сейчас мы километров проехали. 270, где-то так, и 4. 280 даже, наверное. Вот так вот. Вот. Вот мы спускаемся с этого хребта. Уже едем минут 5. Мы продолжаем спускаться. Значит, ищет сейчас 288. Да, где-то вот. 280. 281 километра высота этой. Где памятник. В общем, спускаемся. очень высоко, в принципе, по всему мы находились. Потому что нам еще, наверное, спускаться и спускаться. Вот такие здесь сосны. Дрясные. О которых мы говорили. Едем дальше. Большой очень участок ремонта дороги. Уже довольно приличное время едем. Большие пуски разбиты. И еще идет и идет. Полотно поснимали. Едешь, где куски асфальта старого, где просто гравий. В общем, проехали мы. Это был Оловянинский район. Он весь перепопанный. Поснимали асфальт по всему участку ремонтному. А делают в начале в самом несколько человек. В общем, я так думаю, что-то буду недолго делать. Если до этого встречался ремонт дороги, ну, как бы делают. Там, видно, бригады делают. не торопясь. До декабря время много. Едем дальше. Заехали в какое-то село под названием Хилок. На въезде прям такая гордость. Стелла основан в девятнадцатом веке. Что-то тут так все грустно внутри. Думаю, просто указатель стоял, что здесь есть отель. Судя по всему, его уже давно здесь нет. О! Так тут и кладбище в центре села. Вот такие дела. Вот так люди в центре села кладбище. Тут дома вокруг жилые. Вот такие дела. Интересное село. Хилок. может и станция, да, Здесь люди живут. В общем, оставили мы этот Хилок в покое. Зато дети погравите там на Сигвее гоняются. Едем дальше, ищем постоялый двор, чтобы можно было отдохнуть. Желательно, чтобы еще связь была. Но хотя бы нормально постоялый двор. Едем дальше. Вот так вот мы едем. Там сзади такая река. Снизу уже до пути идут. спускаемся с хребта. Надеемся, в равнение пойдут населенные пункты, потому что как мы только начали подниматься после тех степей, все, закончились деревниках. Очень редко стали встречаться села. Инфраструктура соответственно тоже все закончилось. Дай бог. Сейчас может в это равнение что найдем. Нашли мы все-таки в этой долине спустились в гостиницу. значит не доехали мы 80 километров до Петровска за Байкальского дальше сил уже не было ехать. Все устали. В общем поселились в этой гостинице рядом кафе для клиентов. За моей спиной в гостинице бесплатная парковка. Там же все поставили. Душ не в номере правда. Душ в коридоре. нормально помылись. Ребенцы там помыли. все нормально. 1200 номер значит номер телевизора для кровати стол нормально чистенько постираться вообще как бы говорит нельзя потому что машинка для говорит для персонала это уже еле дышит. В общем поговорили с женщиной она нам разрешила постираться. Сейчас стирается пойдем в кафе покушаем покушаем ну вот так вот в принципе 1200 нормально для трассы нормально нормальные условия вон мои девчонки уже завод на ужин пойдем посмотрим что там на ужине вот такие цены в кафе отсвечивает правда как-нибудь о давай вот так ага тихо доча сладик давай переворачивай очень демократичные цены тем более для кафе вдоль федералки это вообще прям вот вот так вот он наш лагман рис мясная котета те рыбные чаек ой доча доча ладно ладно все ой